Никогда не жрите горох с молоком! Это адская смесь! Ее подают в преисподней! Вы сейчас, наверное, ничего не понимаете! Но я расскажу! Я все расскажу! Давайте, нападайте, я все равно все расскажу! На поебальнику! Так вот, на моей ни разу не вымышленной даче растет горох стручковый! Пиписька! А у моего соседа есть корова! И один раз эта корова съебалась из его загона и прибежала ко мне! А я в этот момент собирал горох стручковый! Поэтому мне в голову пришла гениальная идея! А что, если совместить эти прекрасные лакомства? Я ел горох, даже не открывая его, и запивал молоком из вымени! Но вскоре сосед заметил пропажу его сексуальной коровы, с которой у нас ничего не было, и прибежал ко мне! Он почему-то рассердился, но я перднул на 100 децибел, и он все понял и ушел со своей буренкой! Это было только начало! После этого случая я, как ни в чем не бывало, продолжил заниматься оборудно-пердежными делами! Но в один момент у меня начинает болеть живот! Он булькал и пенился, как жопа! Попа! Я побежал в свой древний сортир! И начал! А потом кончил! Срать! А я думал, ты в корову кончил, узурпатор! Я тебе скормлю все говно из моего толчка! Я и сам его иногда подъедаю! Так вот, говно, которым я какил, было не простым, а заколдованным! Оно было липким, приклеивалось с очку и волосам на нем, и не хотело наружу! Я начал неистово матюкаться, колотить дверь! И это почему-то помогло! Я действительно сломал дверь к хуем собачьим! Теперь мне оставалось только выдавить застрявшую каловую массу из заднего прохода! Тут я просто использовал плоскогубы! Очень хорошо, что я держу их в сортире на всякий случай! Я разрезал ими какашечную ленту! Поскольку у меня тряслись руки, я случайно обрезал волосы на жопе! Но так даже лучше двух зайцев одним выстрелом! Когда я вышел из туалета, я пошел доедать горошек! В этот раз я запивал его пивом! От этого незаменимого сочетания у меня опять начались недомогания! В этот раз захотелось непостижимо блевать! Наблевал я на соседский участок прямо через забор! Я не видел, куда я попадал своей однородной массой! На следующий день ко мне приходит сосед и спрашивает, какого хуя его корова захлебнулась в рвоте! Я ответил, что понятия не имею! Видимо, в тот день кто-то еще блевал через его забор! Продолжение следует... Продолжение следует...